Да, кстати, спасибо кому-то неизвестному за сотик, который прислал он. Спасибо всем, пацаны, за поддержку большое. Начинаем с Тарлайна квалификацию. Опа, китер здесь много, кто здесь присутствует, короче. Сейчас переименую сначала стрим я, ребят. Погодите секундочку. Тарлайна квалификация. Ребят, вчера квали не стримил, я уже извинялся по этому поводу. Ну, решил немножко отдохнуть я вчера. Сегодня же стримлю квалификацию, соответственно. Тарлайна квалификация. Погодите секундочку. Тарлайна квалификация. Тарлайна квалификация. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, надо определиться бы, в какую пару ворваться теперь. Можно вот к фоллинжеру заскочить, например. А, каст надпись. Уже не висит эта надпись, о чём ты говоришь. Это только на нормальном захвате, на первом на экране игры. Вот. Ну что, экзострайкер против фоллинжера. Погнали. Просок поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает, Турик остался без хилрейзера и арктура. Это провал. Верните мой косарь. Про косарь шутка, а за отсутствие сильных игроков обидно. Удачи участникам. А, готовится крем у оба. У Алекса смотреть. Ну, Алекса там пока какой-то оппонент не сильный, поэтому я пока к фоллинжеру иду. Если успею, то тогда потом 3DB, возможно, будет с Алексом биться, как бы. MCZ, я думаю, там Алекс его выиграет, конечно. А вот 3DB против Алекса, вот это и можно глянуть будет. Спасибо, Фрозик. Ну, я никого, никто ж никого не будет упрашивать там. А поиграйте, пацаны, пожалюсь-то. Пожалюсь-то, поиграйте. Нет. Кто хочет, тот играет. Кто не хочет, тот не играет. Спасибо всем большое за поддержку, Фрозик. Тебе спасибо. Спасибо всем, пацаны. Рекламу, кстати, пилю. Давно не пилил. Так что помните про Black S, про поддержес, про все DLS. Да, сегодня уже достаточно долго стрим идет, должен я отметить. Вот. Был GSL, было немножечко в арте этого турнира мап-теста, Близзардом, я, кстати, отписал. Поэтому, по-моему, не знаю, что там в итоге скажут, а они не скажут что-нибудь там. Так, пилон, гейт, газ, неексус, кибернетчик у экзо-страйкера, все это на лоу-граунде, на второй у Фолленджера, 17-хата, газ, пулс, газа снимает все, кроме одного рабочего, всех, точнее, кроме одного рабочего, и пошел добывать вторую базу. У Аликса 5900 ТОС, так он же рандомом играет. А, у MCZero 5900 ТОС. Что-то ты, мне кажется, подгониваешь маленько про 5900. Что-то это много, по-моему, слишком для MCZero. Хотя, честно говоря, я не знаю, я уже говорил, что для меня, на самом деле, удивительно, что некоторые игроки, как бы, ну, то есть... Ну, в целом уровень в СНГ, короче, поднялся, это очень хорошо. Но... Может быть, Типскове кто-то есть, кто мне кабину навалит. Я, правда, и не тренюсь при этом. Посмотрим, посмотрим. Короче, ребят, подписывайтесь на премиум, поддерживайте мой канал. Кто в записи будет смотреть, всем привет передаю я уже. Это, соответственно, у нас Starline, последняя квалификация. Кстати, на какие числа у нас Starline назначен? Так, 20-го. Бл***ь, 20-го. Ну, я знаю, там плей-офф, наверное, в пару дней будет проходить, 20-го, короче. Числа стоит, начало. 20-го, 0-2-го. Значит, так и будет, я думаю. Так, два рабочих уничтожены. Экзо-страйкер пригнал к мунинжеру. Адепт пошатал, раковым улетелся, и экзо-страйкер тоже тут, на самом деле, не так уж и плохо отыгрывают, как я посмотрю. Так, два рабочих уничтожены. Вон, из вашего клана. Ну, тогда ладно. ГМЛ был. Есть 5900, так это уверенный ГМЛ, я бы сказал. ГМЛ же это 5500-5600 где-то. Или сейчас увеличили ГМЛ порог. Я не знаю, короче, если честно, как там дела обстоят с этими всеми моментами. Ну, в принципе, сейчас же уже сезон, а не начало, поэтому, ну, то есть, может, как бы, там рейтинги меняются. Слушайте, экзо-страйкер, варпы, это адептов, глефы делаются. А что Фоллинджер вообще делает? Так, у него мастится много-много собак. Почему-то на 54 дронах. Он что-то побаивается, видимо, адептов. Пробо с оракулом летать. Ну, так. Ищет где-то, чтобы поподрезать. Фоллинджеры просто элегантно, короче, все здесь как-то делает. То есть, и Евроден, и Шпиль все добавляет одновременно. Адепты к Фоллинджеру приходят. Может, он их встретит-то нормально. Покатухи, кстати, еще не готовы, между прочим. Сейчас бейлинги без покатух зайдут. Но адепты-то сныкались там, ё-моё. Хорошо, Фоллинджер окружил. Адепт, короче, отбивается здесь легко. И даже рабочих не теряет пока что. Куда адепты-то телепортнулись? О, какой провал вопрос. Сюда же прямо телепортнулись. Оракула, кстати, не видно. Он здесь прикольно висел, прям рядом. Но скрыт был от Визжена. Холите, и он вперед сразу же выдвигается лингами. Гидра с рейнджом. Сразу скорость Гидре-то уже заказана. Заходит в рампу сюда. Адепт шатает. Сзади иммортал с Сентрями приходит. Где Сентрита фокус? Сентря падает. Короче, везде все падает. Фоллинджер А1-0. Ну что, если так рогатый Гидрой пришел и зашатал. Но если бы не рога у Гидры, это точно был бы проигрыш. Но это же имба реально. Какая-то сильная эта Гидра. Слишком, пацаны. Там Каракул вернулся. Мута полетела. Что это за стратегия? Такая Гидра, Мута. Все. Почему просто Гидрой-то не настроить? Оппонент, конечно, послабее, чем Фоллинджер. Поэтому и Гидры хватило. Продолжение следует... Ну и что происходит? А, репку он смотрит по ходу. Прыгаю. Продолжение следует... 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 Привет, Фокс Хантер Ну да, здесь был провал Адепта Пуши Я, говорит, не аналитик Тут и не надо аналитиком быть, чтобы это Понять было, как бы Игра номер два, Фоллинджер Опа, смотрите, Фоллинджер-то что творит уже Это же проксихата Так, бустится Зилок опять же Нашел, короче, оппонент Фоллинджера эту хату Ну тут дроны, здесь плетка, раш в стиле Блайчика Ревы Ревы вроде первое придумал, не помню С Роучами придумал Лайс Вот этой темы Ревы, походу, дело Так, дроны приходят, и чего? Пушки-то надо заказывать Ай-яй-яй-яй, одного дрона запилил Так-то медленно, короче, у Фоллинджера, признаться честно, собаки выходят Опять пушки пошли Опять заказаны пушки Опять Не успевает Фоллинджер пушку отменить Ну хоть эту успел отменить, и то хорошо Тайваки бьют, и здесь уже адепт вышел Инъекцию не кидает Криптума что-то тоже не кидает Пытается Зилота фокусить под пробками Но это же провалище полное Зачем Зилота попустить под пробками Здесь стенка не закрыта до сих пор, что удивительно Почему так, я даже не знаю Собаки сливать нельзя Ни в коем случае собак сливать нельзя Где инъекция, где криптума Два можно криптума запилить, чёрт побери Собаки вперёд идут у Фоллинджера Королев вперёд идёт Как же он всё тут заливает-то жёстко Королева вышла вне крипа А-а-а, Зилок её распальтушил сразу же Сейчас ещё одна королева выйдет Но зато собаки нам уже приходят Короче, не знаю, зачем Прот сюда идёт Закрыл бы стенку и отбился бы То есть Фоллинджер абсолютно всё провалил Но Прот зачем-то на внешней стороне дерётся То есть как только вначале понапрягал Пушки отменил, понимаете Пушки убили бы стенку Пушки все убил Отступи, гейт поставь, стенку закрой И всё, сиди за стенкой Пусть он там тупит сзади Строй юнитов, там робо-имморталов Я не знаю, да даже гейтовых Строй юнитов Строй юнитов Так, а что там Мастер Уасси, с кем смотрю, собирается играть, а с кем он собирается играть? Продолжение следует... Так, ну, надо искать пару, в которую теперь ворваться можно. Фоллинджера продвинули. 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 ФВК против контрола, кстати. Пять-ка напишу, хорошая пара. Фоллинджера продвинули. Фоллинджера продвинули. Ну, 3дби, наверное, доиграть. 3дби доиграл. Может быть, я вот Alex007 еще не доиграл пока что. Похоже. Ну, Alex007 уже смысл ждать, сидеть как бы непонятное количество времени, потому что он сейчас в игре, его не видно на канале. А вот 3дби уже здесь, походу. А вот Миндаль ВК против контрола, это интересная очень пара. Миндаля я давно знаю. Помню даже когда-то давно уроки ему дал, как я там сам играл. Вот. Ну, а контролл олдскульный чел из Питера в первый старик он еще играл. Миндаль. Там и который мне кажется, сменз видите однуこちら этих форм isolated когда случаем мне она сыпь. Миндаль. Сидеть. Как вы мне красавицы нужно прямой адаптерики всё. Партнер я believers взяли. Продолжение следует... 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 Так, 1-1 и неоновая площадь у нас. Третья карта. Странно, миндаль, конечно, гиты ставят. Ну, хотя на этой карте чё странного. Здесь с этого направления рипером не запрыгнуть нигде и здесь. Можно в рампе разве что раз-два со стеночкой сделать. Если гелики будут заезжать, допустим, со второй базы эвакуироваться, здесь будет стенка ещё одна, например. Ну, а здесь... Так, здесь газ-барак в риперовце цеху факту, видимо, у контрола бил. Пошёл Нексус. Где кибернетка будет непонятно. Ну, здесь вот, да, походу. Ну, да, здесь будет кибернетчика стоять. Отличный ход, как говорится. Продолжение следует... Я здесь, среди теней. Проверил все возможные прокси у нас рипером, контрол. Кстати, не полетел, ребятки, он рипером в атаку. А у Миндаля Гейтс Файлайт билд в Роба Ли или в плюс-два гейта. Вообще надёжнее, конечно, самый надёжный билд. Такой вот сейчас плюс-два гейта ещё заказать. То есть, минки сейчас в любом случае не убьют. Как бы они просвечивают, скоро стрельнут. Да и ес, это от контроля зависит, как ты одобьёшь их. Так, ну, блинк сейчас пойдёт. Пошёл блинк вообще. Сетка когда будет? Ну, когда... Ну, сетки никой не будут. Будут группы... А, погодите. Или у нас сетка с лузерами будет? Я что-то уже не помню, если честно, какая у нас там система будет. Да, четыре группы у нас будет. ГСЛ, короче, система в группах. Опа, гелики на халяву заехали. А я говорил про стенку. Ну, тут дело не в стенке, она бы и не помогла. Скорее, все сколько ножов там, друг? Три пробки. Четыре пробки. Ножовка это не так уж много. Рипер всё, весь, весь... Все поля пилоны снял. Вот прикол. Можно было просто пойти, убить рабочих там несколько суток спокойно. Летит ещё и минка вперёд одна-одинёшенька. Стим у контрола почти уже готов. Кстати, ё-моё, здесь ещё третий барак, только дело же, стим почти готов. Жесть какая-то. Ну, а миндаля четыре гейта, я паровой всё равно в плюсе остался. Я-то не понял, с чём с четырьмя гейтами я этим и делать собрался, в общем. Перекапывает минка чё-то туда-сюда у нас. Всё, минус минка, ток пробку. Убил контрол одну. Призма будет, а в серверы летят вперёд. Вот столько много, тут третьего устроится. А нафига шесть гейтов сейчас будут... Ща бы призмой, можно было пора атаковать, похарасить. Плюс две форжи, а третьего никто нет пока. Как-то, ну, то есть... Софлайблок миндаль как-то словил на пятидесят четырёх лимита. Как это произошло, это ШКЗ. Если честно. Ой, как Либератор неприятно залетел. Здесь ещё варп медленный, пилона рядом с Нексусом нет вообще. Вот типичная ошибка, блин. Ставите пилон, ставьте рядом с газом, чтобы на Нексус доставал он. Сталкеры пришли, да похуй, продамажили, не убили. Да похуй, Сталкерный миндаль не убил. Либераторский уничтожил, но он ещё Сталкер при этом забрал одного. То есть ещё и юнита забрал при потере... Ну, то есть при... Перед тем, как погибнуть, короче говоря. Продолжение следует... Так, еще пилонеса 2 пошло. Вообще, постоянные соплай-блоки у Менделя. Вот опять на 78. То есть он уже, когда соплай-блок, он уже по факту что-то пилон на заказ. Но в таких стадиях, таких жутких соплай-блоков ни в коем случае быть не должно. Тиран уже обогнал с двух бас просто по рабочим. А между прочим, он убил 9 рабочих. Это не так много. Конечно, в Менделе в плюсе было, если бы у него плюс 9 было. Так, ТП на мейн. Армии своей только что было. Вовремя заметил эти... Соответственно, двойной дроп этот. И выход идет такой несложно. 103-4, 110 по лимиту. 1-1 у Менделя. Здесь тоже атака есть. Скоро будет броня. 1-1 скоро будет. Здесь две форжи, но только атака заказана. Ну, короче, так себе грейды делает здесь. Control, не знаю. Продолжение следует... Ну такая осада, я бы сказал, обложила вообще Минделя сейчас контрол. И вот, ну, протца армия есть, она стоит здесь, что-то ждет, а как драться-то я вообще не понимаю. Да, здесь филдами часть мареков отжал, но вниз в эту рампу, если протца пойдет, это будет настолько превращенный в металлолом, в мусор просто армия тиранам, что я даже боюсь представить. Насколько здесь почти без потерь тиран все убьет, контрол даже уже наглеет, сам наверх лезет, а вообще танки наваливают там. Если Миндель наманется, там это био тоже подключится, просто... Да, стим, посмотрите, г-г, я вообще жестко контрол развалил. Миндель 1-0 ввел, но, к сожалению, 1-2 отлетел. Напряженный матч был, хорошая пара. Так, Фоллинджер не карак там, так, Сави Лайт Вайт, мотик Миндель Контрол, мотик с краш ноунеймом бьется. Мастер Васи Энигма, мастер Васи Энигма, а... Так, Амфизира 3дб. Ну, 3дб инфизирует, интересно, здесь много чего интересного, но как ворваться, блин, 3дб 2 минут, только в игре плохо, это, конечно. И Фоллинджер 2 минут, только в игре. Так, а с кем контрол там попадется, получается, у нас... А, пока ни с кем. Мотик. Так, самотик где? Не вижу я мотика, что-то. Блин, а вот Матвей, кстати. Прыгаю в игру. Ну, так и продолжим движение в этом части. Так, мотик 1.0 ведет. Ну, как раз, мотик на контролы выйдет в перспективе. Посмотрим, короче, если победит. Это будет уже 1.4, получается. Ну, идем к 1.4, да, по чуть-чуть. Сегодня, кстати, такая сетка здесь супер каких-то мощных игроков. Прям реально нет, как бы. Есть 3DB, но он, конечно же, здесь, я думаю, на выход один из претендентов. И есть Люцифер сверху, который Димагу постоянно разваливал там недавно. Ну, почему-то не вышел он тоже пока что. Ну, что-то. Продолжение следует... Так, и сколько у нас времени вообще? 20 с 11, я смотрю, времени. Да, Клау у меня механическая, сербас драгон. Так, Абаса Таиваня. Ну, хорошие игроки, молодые зерги. Вот. У меня механическая, этот с Lenovo, но это мне прислали от ROX'а ещё как бы. У меня в резерве мембранная Mitsumi, моя любимая, Ergonomic Classic. Ну, раньше они PS'овские были, у меня там это... USB'чная, конечно, она лежит, но... Если с этой что-то случится... Ну, я привык уже к этой Клау, как Клау скрипит, правда, подоношная, блин. Сфер Энигми проиграл. Ну, посмотрим, кто выйдет, ребят. Кто у нас пока что получается в участниках? Зайнвайчин, я так понял, в лайме, Натокас и Вердос. Я так понял, да? Или кто там у нас Зайнвайчин? Забыл, кто прошли. Браток с Димагой точно прошли. Бассет прошёл, Аверс прошёл, Рева прошёл. Миразим, по-моему, прошёл. Ладно, так 16 тяжело мне перечислить будет человек всех. И, ну, сегодня кто-то ещё 3 человека, точнее, присоединиться. 12 уже имеющимся, соответственно. Чарлик, работаю я, извиняй. Ну, я уже жду финального Старлайна, потому что вот это будет интересно. Давно СНГ, на самом деле, СНГ-турики всегда востребованы. Востребованы, всегда востребованы. Людям интересно своих смотреть. Пацанов, а не абстрактных, там, каких-то буржуев, корейцев, там. Вот, поэтому будем стараться, конечно, делать СУРИКи наши. Такие, как Помикап, который на редкость таким неплохим призовым выдался, как бы, да, там, за 20 с лишним тысяч. Вот, на Старлайне у 28 тысяч будет призовой. Это пока 100% известно. Я не знаю, кстати, если больше будет, будет туда участвовать или нет. Здорово, беги лоу, Блейки, завязывай со своей этой темой. Забегание Линго, смотрите, от краша пошло. А здесь хелбаты пришли, демодженные, да, но они уже, они свое дело, говорится, знают. Офигеть, четыре хелбата с залпа Роуча убивают. А когда здесь второй попадается, так и второго уносят тоже заодно. Вот, с плэшом Либератор полетал на Мэнни, никого не убил, просто провал, конечно, был. Фу, контроль ты, братюня, куда-то летишь. Вот, разложен на крашик самый. Но здесь заметил, заметил краш, как разложен Либератор. Здесь собаки забегали. Пять. Пять и пять. На двоих десяточку запилили эти два хелбата собак. То есть пять и пять убили. Идет выход, ребят. Слушайте, а выход-то мощный, я бы сказал, от краша. То есть у него Роуч и Реваджер, а чем здесь тиран отобьется? Ему вообще нечему двяться. У них Бунгеры ничего, это один-один, походу, нет? Да, да, так и есть. 57-15 по лимитам. Что-то перерасчитал. С колботушем здесь у нас. Мотик. Ну, а краш молодец. Я думал, здесь мотик варит абсолютно, а нет получается, нифига. Гага, тиран с непонятным ником. Это Хеона, ты имеешь в виду. Ксена, наверное, русскоязычный кореец. Вот этот чел, как бы. Я понял. Короче, Ксена, Александра, Димага, браток, револьвер Ваня, Неразим, Бассет и Аверс. Нормально, чё, нормальный состав. Расы разные присутствуют. Я пока не смотрел, как бы там, как там, балансно или не особо всё там по расам. Ну, как бы, ну, думаю, что балансно достаточно. Нужно ждать хост, нужно ждать следующую игру. Что там такое? Так, бедолага, ты чего? Бедолага, дайте-ка я маме позвоню, прошу, что, может, Чарлик уже хочет так в туалет жёстко. Так, бедолага, дайте-ка я бумагу по ценностям. Так, бедолага. Так, бедолага, я не больше. Так, бедолага. Так, бедолага, дайте-ка. Так, бедолага. Такс, ребят Так, ну что, третья карта, ребят Улучшение командного центра завершено Смерть на пороге 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 Плюс 2 реактора Смерть на пороге 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 Танки Сиджиотс Смерть на пороге Смерть на пороге Смерть на пороге Смерть на пороге Ведёт, погоди. Не, ну это, походу, 2-1 мотик, я так понял. Хотя ещё мука шатает, и рабочий кузырк самая прикольная больше. Но боевого зато в два раза меньше. Здесь не мешало бы скан кинуть, уже скрипа чё-то много. Заходит мочка на хг, уже муты, кстати, не отдаёт. Скрад молодец, что не отдаёт, конечно. Она здесь уже и не решит ничего. Ещё один так, убил, усыть куча от трады. Взял отсюда танки, вот отсюда, пересиджил сюда. Вёл бы сюда дальше тогда. Ну-то плюс бей на линге вперёд ломится. Танк вообще снизу держится. Хорошо, кстати, по бейнам этот танк поливает. На прирост взять, вперёд привезти, как бы, и всё нормально будет. Четвёртся цеха уже. Рабочих надо бы восстановить, сюда послать, похоже. Здесь один такой криптумор, который палит всё абсолютно вообще. Снизу маленький, чуть назад оттягиваются. ВГВП 2.1. Обновляем сетку. Опа. Люцифер, Фаленгер тут у нас. Они уже 10 минут играют сверху, кстати, четвертьфинал. Так, ещё одного четвертьфинала нет. Мотик с контролом будет играть. Энигма МСЗР, кстати, будет снизу играть. Хулиниган Гэст Хэлл и Саби Лайт Вайт пока неизвестны вообще результаты. Я предлагаю... Так. Я предлагаю... Контролы и поострибить дальше. Я предлагаю... Против Мотика. И Ленигма МСЗР. Ну что, Энигма МСЗР, ПВП давай. Давайте посмотрим этого матча. Пони смотрели мы ещё. Мотик контрол, кстати, ТВТ. Значит, что у нас ТВП будет в верхнем полуфинале. Люцифер, Фаленджер, это ТВЗ. Ну и что-то часть сетки немножечко отстаёт. Ну, наверное, это... Сейчас подтянутся туда тоже игроки. Пилю рекламу, ребят. Так что помните про влоги, подписывайтесь на время, поддерживайте меня, мой канал по возможности... ... ... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, счет 0-0. Ребят, MC Zero, который, кстати... Мы хотели все Алекса 0-0-7 посмотреть против 3DB. А в итоге MC Zero-то развалил... Прикол в чем? MC Zero развалил и Алекса, и 3DB. И сейчас с Энигмой играет, и победит вообще за Коту будет играть. Во как получается у нас. Интересная тема. На наши зомби напали. Я здесь, среди теней. Продолжение следует... Так, у Энигма интересный билд, кстати, очень. 4 сталкерово... Пробо... Делается призма. То есть, и это что это будет? Это будет с призмой какой-то пуш, но, видимо, не на Эморфлэ. Куда? Зачем сюда? MC Zero лезет-то, это же ошибка явная. Еще бы контролил бы здесь и Энигма, бы норм, было бы хорошо. Ну, в любом случае, Энигма, кстати, победил. И сталкеров убил больше, чем потерял. Потерял 2, убил 3 аж целых сталкера. И еще дальше продолжает тюню. Кстати, третий сзади подходит. Офигеть, что ли. Прямо так вот придет и убьет, что ли? Ну, это совсем как-то нагловато, я бы сказал бы. Да, варп идет раз, сталкер. Будет ли два или как-то еще. Ну, я не думал, что МСЗР всех там развалят. Я думаю, что там всех варит из МСЗР. А кто-то говорили, что точнее вот... Хулиниган говорил, или кто-то, что у него вообще 5900 ммр. Так-то, ну, давай своих, блин, будем крошить. Кстати, у обоих призма, то все бы в роба играли. Прикол вообще. Ну, Энигма тупо больше, смотрите. У него 10 сталкеров на 5 здесь вообще. Надо заходить на ХГ. Я не знаю, что он боится. Все, гейт убил. Ну, проходи, забревай, убивай, наказывай. Я не знаю, делай все, что угодно, фактически. Вот сталкер халявный. Варпленных юнитов, вот, ребят. Это раньше юнитов, может, не выгодно варпающихся было бить. Сейчас-то выгодно, на самом деле, их бить. Почему? Потому что... Так, призму. Почему не сбивает призму? Почему он не сбивает призму? Сбей же ты ее, наконец-то. Даже без сбивания призмы Энигма сбил. Короче, МСЗР 1-0. Ну, просто больше сталкеров тупо было. Словил тайминг, пошел, убил. Так, Матвей начали с контролом, я вижу. Так, Матвей закончили, кстати, играть, по-моему. Победил Саби, он 2-0, кстати. Молодец, что говорить. Ждет оппонента, значит, теперь он. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Так, а будет у нас пвп-то продолжаться. 0-0 счет был. Значит, оно обязано продолжаться. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Прыгаю в игру, ребят. Секундочку, сейчас дверь надо открыть. Здесь зашел, отлично. Иди, но он не ел. Так, ну все, поехали, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok. Так, Enigma 1-0, ребятки, повел. Молодец, карта номер 2, MC Zero против Enigma. Развалил он по дороге сюда Alexa 007, 3DB. То есть, очень круто отыграл, я бы сказал, MC Zero. Но это Enigma 0-1 пока проигрывает он Enigma 0-1. Но еще, как говорится, не вечер. Какие-то странные пилоны. Зачем он здесь вообще нужен? Этот пилон я понять не имею. Ну, это фейк, типа фотонки. Гейт второй давно пора заказать, на самом деле. Ну, это что тут делает, в общем. А. Да, вот, пошел второй гейт. Три пробки у Enigma. А, ну он боялся этих. Он боялся... Фотоночек. Шестнадцать пробок на минералах. Три. Вот на этом, кстати, на ближнем. Значит, этот нифига. И не ближний, и не ближний, нифига. Допустим, говорит, Enigma. Что допустим? Я ХЗ. Ну, Чарлик слышал. Он до звонка... Он просто, во-первых, он слышит, как в коридоре идут. Во-вторых, ключом, как... Ну, там мама пытается открыть перед звонком. Слышит он лучше, естественно, как бы. Даже, чем я, но мне тоже слышно. А если там в коридоре сидит, он слышит, как рука лифт, как его это. Причем он... Как его, каким образом, знают. То есть, ну, я замечал, что лифт открывается в другую квартиру. Он каким-то признаком, ну, понимает, что в другую. А если сюда идет мама там или кто-то, он уже чувствует от лифта, что там, когда сюда именно идут люди. Так что это да. Так. Ну что, сталкеров у нас по два. Плюс два. То есть, в четыре сталкеров. Оба играют. МС-зиро рабочего сбрил. Энигми, да. Энигми рабочего сбрил. Энигма заметит, что у них ценит. Сам ставит. Здесь роба пошло, кстати. О, может... А, ну, кстати, может по запаху он улавливает сразу же, как бы, отлик. Вполне возможно. Хотя запах с такой... Нет, с такой скоростью не должен распространяться он. Просто вот у кошек, например, ну, то есть, у кошек слух и зрение сильное. У собак сильное, именно нюх сильнее. Ну, зрение и слух тоже у них хорошее. И у кошек нюх тоже неплохое. Но именно основное, самое жесткое, вот у собак нюх, у этих кошек, зрение и слух. Просто невероятные там у них какие-то. Так, ну, сталкеры вперед идут. Гейта 2, я что-то... А, нет, третьего добавляю. Я чуть не пойму, просто... Энтизира вперед идет, конечно, но как дефицит, это тут непонятно. Здесь опс нужно БМА заказать. Ну, двух сталкеров, варк, это Энигма. У него батарейка есть, как бы. Ну, тут нечего ловить против батареечного этого процесса. А ведь еще, может быть, здесь и этот... И Гвардиян будет, скорее всего. Так, заказ плюс один фаржей. Это говорит явно о том, что Энигма не планет, что там Нексуса нет. Если бы он понимал, сейчас просто заказать иммортала, на самом деле, и... И все. И выиграть игру эту с имморталом, с Гвардином, с шелдом, вообще. Минус призма, это провал, ребятки. Батарейка есть. Заходит, конечно, Энтизира вперед. Но Энигма тоже бьется, как бы. Батарейка часть энергии, ну, то есть... Потратила, конечно, не очень хорошо. Потому что там залпы юниты погибали. Часть энергии нормально тратится. Учитывая, что там Нексус поздний... О-о-о! Пи-ю! Видели эта линия такая прикольная? Сюда, типа, улетели. Всегда, блин. Сюда уже отручить. Что, если Twilight пошел? Здесь плюс один, кстати, будет. И что дальше-то? И дальше ничего, блин. А в сервере уже есть. Нафига второй сделай иммортала? Может быть, подгущего это на Энигма рабочий? То есть, отбился, и в итоге по рабочим в плюсе, как бы, и в абсолютном. Короче, инициатива на стороне Энигмы целиком и полностью в этой игре. Энигма против Ghost Helix. Результат пока не вообще непонятен, там, в верхней части сетки. Думаю, скоро будет он понятен. Результат, хоть уже 9, почти часов. Что самое интересное. Тут затягивается стрим. Не хотелось только прям много стримить, но... Придется, походу, 9-й сегодня. Ну, он понимает, что проснулся, конечно. Он режим... Во-первых, так если по режиму собака по режиму будет, себя определять просто. Если есть режим определенный. Но даже без режима, ну, то есть, понимает зверь, когда проснулся, естественно. Ну, так же, как и здесь, наверное, по своим чувствам обостренным. Так, здесь интересный стиль в дестабилизаторах, ну чё, прям. Так, один сыровочек. Блитер. Блитер куда-то, кстати, один. Ну, по экономике почти уровень, но здесь-то четвертый нексу ставят, в чем прикол. Вунигмычаж, два астергейта против дестабилизатора. Он уже боится дестабилизатора, по-моему, здесь дестергейтов, 6 гейтов, нужно было бы разобраться. Ну, с астергейтами, с фениксами надежнее ухит, что третий нисус будет. Четыре феникса и четыре дестабилизатора вообще уже не работают. Кудаку пропал. Юсалача спрашивает. Он же Юсалас да, Финк знает куда. Вроде никуда не пропадал. Здесь он присутствует зачастую. Наверное, сейчас не тренется много, поэтому и не участвует, я даже сказал, Я здесь, среди теней. Я здесь. Так, ну, атака пошла, ребят. Четыре дестабилизатора есть, еще один строится. Вот мне кажется, в таких ситуациях, когда ты уже вперед идешь с дестабилизаторами, нахрена вообще достраивать сыну вот еще здесь. О-о-о! Призма от Энигмы прилетела. Печаль полумая. Минус батарейки, чтоб поля не пополняла. Нафиг, короче, эта батарейка. По кромсали, Зил, это все хоровощество. Атака последней надежды. Оп, хорошо, как дестабилизатор-то прилетел, а? Вы видели вообще? А тут Фениксы подоспели. Подоспели. Ну, один дестабилизатор, кстати, попал, один не попал. Ну, Энигмы плюс два есть грейд по земле. О-о-о! Как не... Вы видели, что Энигма сейчас сделала? Вот это провал. Это же просто ужас, то, что сейчас Энигма сделала, ребят. Он взял и телепортнулся на свой Нексус прям в бо... Прям в бою. Это жесть вообще. Это не жесть, это рофл, я бы сказал, вот так называемый. 45-2-4. В итоге МСЗРа, слушайте, победит здесь просто, по-моему, эту игру. На изичек. Ге-ге. И улыбается. Вот жесть вообще. Такой бред сделал. Сейчас Энигма. Ну, третья карта у нас будет в итоге. Матвей, там вторую игру бьется. Уже против контрола. Так, вот Хелл в чате, значит, наверное, там ясно. Все в паре сверху. Продолжение следует... Так, я думаю, что я завтакал. Продолжение следует... 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 так ну пока пауза я тут домой быстренько позвоню ребят блин только позвонить собрался уже все тут ладно потоп-то позвоню так странно как бы здесь такая а ну гейт не дал в рампе поставить кибернетку мс-зира в рампе поставил здесь стрёмная застройка в итоге вот просто прикиньте чтобы сталкеру попасть хотя может быть вот здесь вот сталкер сможет ходить не знаю но если сталкер сможет то и мортал но по моему между пилоном и кибернеткой вот я не уверен что он пройдет если нет то тогда вот только так вот можно обходить будет это вообще бред конечно здесь получается 2 2 гейта в твайлайт от энигма мс-зира приходит приезжает и видит просто твайлайт а там старгейт твайлайт кстати можно отменить да и обмануть оппонента каким образом нексус запилить да или нет или что третий гейт и купа третий гейт и батарейка то есть здесь где-то будет пилон поставлен или здесь сверху да и это будет подпуш трех гейтов до варп делается энергии то много сейчас еще один буст на варп и все здесь так 4 сталкера плюс два шесть и еще потом короче просто будет до варп плюс трех то есть это 69 сталкеров пуш сильный пуш будет мс-зира 4 но оракул кстати оракул делается на хрена было ехать здесь пробку палить сейчас поднимется на халяву мс-зира сюда и спалится и от на месте они будут сразу как только пробку просрал выдвинулся сюда ну а если пьеза езжала отсюда то лучше бы вот так вот с этого направления чтоб там не палить прокси но кажется мс-зира ничего не понял либо понял и недооценил вообще угрозу здесь абсолютно недооценил короче оракул летит но он не здесь не наубивает он под батарейки понимаете юнитов столько чтобы ну как бы перевернуть эту игру получается так здесь варпы идут приходит у нас энигма не успевает перезарядить батарейки пилон короче у нас мс-зира а это что правильно это провал филы и сентрю надо убивать было блин сентрю вот сейчас выбил бы в 7 взошел спокойно да и так здесь все хорошо на самом деле оракул ждет для рабочих убьет чтобы батарейка делает батарейка сверх решающая тема короче убил все таки энигма опанец его ггвп мс-зира сегодня в ударе был выиграл алекса 007 выиграл 3db я считал что он прецедент один из прецедентов на квоту он нет из 12 проиграл в борьбе против энигма энигма ждет матвея и матвея и контрола для борьбы за квоту люцефер фоллинжера убил там лайтвейд ждет кстати кого-то гост хэла или это а нет еще играют они я не буду до врываться матвея 10 минут в игре а матвея подождите возможно уже полуфинал надо начинать будет скоро а и 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 Продолжение следует... 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 Как бы у нас Группы на Групповой этап Соответственно И уже можно будет все там посмотреть И ждать 20 числа Когда стартует этот этап Здесь инигма рипера убивать Что бодро Матвейт так летит прям Типа сейчас я пролечу мимо сталкеров Не надо так бодро лететь Говорит ему инигма И минусует рипера в итоге Ну а тут Интересный такой стиль Неспроста вот этот здесь пилончик Находится И смотрите сейчас придет просто Инигмыч увидит что здесь Не просто так здесь все А Уже заказан этот Емае два мародера Циклон это опасность Еще та сейчас пилон минус будет Че творится то Четыре сталкера есть Сейчас еще до вар пойдет сталкеров Конечно же правильно абсолютно делать И мародеры то по сталкерам больно бьют Но так как циклон больно они не бьют ребят В итоге минус циклон Минус мародеры Здесь ни бункера ни хрена нет Просто варпим сюда сталкеров Бустим блинк и идем вперед Просто на изи чар И даже блинк может не А че гейт то Один буст единственный в гейт Ну не знаю До блинка еще Больше 20 секунд Хотя с другой стороны все равно Тут я согласен с инигмой Он прав абсолютно То есть сталкеров будет больше А блинк доделается пока он сюда Выдвигается на позиции соответственно Здесь бункер доделся Циклон бункер кстати Циклон прикол циклона и бункера В том что он Именно двумя сталкерами Ну там этих Девять сталкеров можно отбить Просто одним бункером Хотя с другой стороны Если сейчас Инигмыч четко зайдет Бункер зафокусит А он фокусит не бункер А циклонщика Слушайте а че он не видит Что здесь бункера И нихрена нет Вообще два ссаных мародера Я че не понимаю На самом деле зря он блинкался За циклоном То есть он У него не было виджена на хг Он мог подняться наверх Он залп то по циклону уже сделал Поднялся б наверх Добил бы его И просто бы потом От бункера бы фокусил И либо по одному назад Отблинкивал бы сталкер Либо бы Блинкнулся так Чтобы бункер этот окружить Вообще Эй, 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 эй Уйди назад, нифига Матвей Ой, этот и Нигма наглеет вообще Два бункера, но мародеров-то три А что они сделают десяти сталкерам? Десяти Сталкерам Ничего Так, вместим Хороший блин вперед, смотри Мародеры падают, бункер даже не сели Вот тут на рампе, кстати, движуха происходит Еще одного мародера, кстати Эйнигма забирает Матвею Может сейчас на мейн пройти, с Sapk Слушайте, как-то на халяву Нафига сюда-то блинкнешь наверх А сверху вниз ушел Неправильно сейчас Эйнигма действует Слушайте, ну он купил свои вот эти Блинкарасы полностью и целиком На самом деле Можно сейчас с двумя сталкерами уйти Сюда, куда ты, что ты Уса Спокойно, спокойно Как в этом там Негры-то эти фильмы там С этим, который Короче, забейте Про полицейских этих Не нервничать, главное здесь Так, и ты добавляешь Игмы Две форжи работы, сушите, ну нормально 65 пробок, просто нормально Он тут доминирует в этой игре вообще-то Грейды лучше, то есть здесь вообще Все лучше, теперь тяжеловато Будет проиграть, нужно будет Это пропустить, агрейс здесь походу Улучшение готово к использованию Жизнь за ай Жизнь за ай Твои зонды Оставься минерал Я здесь Среди теней Месторождение минералов Выработано Так, тут Энигмы четвертую Раскачу Слушайте, Энигма мне нравится Как играет, если честно Как по мне послабее Раньше играл На самом деле На самом деле Че-то прям все лучше играют У нас в СНГ Я прям удивлен Агрессивные, блин, вперед Либераторы падают Зашел под минки 2-2 Грейдики подъезжают Просто Со скоростью света, блин Вот, все Атака готова Вторая Сейчас и броня доделается Сталкеры блинкаются Сталкеры все Мегиваки убивают Кстати, здесь уже пилоны А, здесь не просто пилон Здесь и призма рядом То есть Энигма уже и убивать идет Походу, Матвей Да, так оно и есть Минки прям в центр зилотов Как по заказу бомбят вообще Ну все, приплыли, как говорится Сделки третью же отдают Сделки вторую же отдают Так, 1-0, ребят, Энигма 1-0 ДГ, Матвейк, еще Вторая карта нам нужна ДГ, Матвейк, еще ДГ, Матвейк, еще ДГ, Матвейк, еще Да не, вроде не сглазил Матвейк смотрит, короче, реплей Сетку дайте посмотрю А вот, наконец-то Гост Хэл одолел Холи Нигана И Гост Хэл С Лайтвейтом будет биться, короче А я захожу на хост и мы смотрим здесь Хочу надеяться, пока этот матч идет Там полуфинал подойдет второй ДГ, Матвейк, еще ДГ, Матвейк, еще Так Че-то я туплю Так ДГ, Матвейк, еще ДГ, Матвейк, еще ДГ, Матвейк, еще Так, ну что ж, ребят Вторая карта Энигма против Против Матвея Ну и посмотрите, что творится А это что же это за чудо-билд, спросите вы меня Так, а это билд, которым я нагибаю на Аки, не моем Аки, товарищей на 4К ММР Это два гейта кибернет, кстати, гейт позже, блин, гейт надо раньше кибернетки заказывать, неужели Энигма не знает, что гейт строится подольше Так Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Интересно, понял вообще Матвей, что это... Что это прокси-гейт, мне интересно. Да, с минкой-то нечем разобраться. Вот поэтому пробку нафиг не надо уводить раньше времени, ребят. Пробка важна здесь, чтобы ликвидировать эту минку, например. Она должна приехать и ценой своей жизни просто эту минку взорвать нафиг. Взорваться сама на ней, минка будет зафокушена сталкерами. И все будет прекрасно просто. В итоге Матвей просто наглеет нереально. Идет, улетая в дроп что ли сейчас? Да, смотрите. Сейчас вот пробка придет, здесь дроп только улетать будет. А здесь четыре сталкера, между прочим, заходят, братва. И что дальше? А дальше... А дальше конец какой-то просто невероятно печальный. Ну куда ты им? Ну, кстати, Матвей круто сейчас законтраливал. Можно отдать сталкера одного вполне, как бы, здесь на этих мариков. На этой минке, точнее, продолжать пуш самому. Кстати, хорошо, Энигма контроль. Хорошо, что он разных бьет. Вот, Марик, вот это вот сейчас не надо было того бить. Короче, СЦеху все-таки достроил в итоге, Матвей. Но печально очень все, если честно. На рампу, почему-то, Энигма не рискует заходить. Почему? Без понятия. Дома блинг пошел. Так. Запись GSL на главной и ВКонтакте есть. Смотрите. Сетку в чате, просите. Сейчас некогда мне, я здесь стримлю. Ребята, малыш там. Малыш 11. Прошли два зерка, сегодня могу показать. А это что? Я уже сегодня говорил, что для тиранов это плохо. Потому что группа ЦФ в субботу будет, конечно, сыграно. Где два тирана еще есть. Но там такие процедиры классик. Что я боюсь за судьбу гумища. И кто там еще остался? Я забыл из тиранов. Им под силу выйти кому-то хотя бы одному. Хоть один-то тиран из восьми должен игроков быть в плей-оффе, ребят. Так, подходят еще стокера. Сейчас блин, а блинки будут, видимо, дожимать у нас Матвеич. Матвеича, точнее, Энигмыч. Или не будет. Вообще-то там танк. Вообще-то это опасно, я бы сказал. Ай-яй-яй, ты что творишь, Энигмыч? Ты что творишь? Вот это да. Вот Энигмыч дает. Просто пришел. Кстати, медивак танк забрал. И, кстати говоря, не так уж все здесь и плохо в этом. Только надо предусмотрительно уйти с краю отсюда. Два танка забрал, био забрал. Слушайте, давайте посмотрим потери. У тирана-то больше потери. Рабочих. Сколько у тирана погибло? Шесть. Ну, рабочих мало погибло, да. Так, еще сталкеры идут. Сейчас должен понимать, Матвеич, что где-то, где-то здесь гейт, наверное, находится. Был бы Вижен, можно б на мейна опять было заходить, например, пытаться. Третий Никс пошел, чарж делается. Надо гейтов добавлять уже бы, как бы, стараться, по-моему. Так, еще один сталкер подъехал. Матвей вынужден держать КСМ для вычинки здесь рядом вообще. КСМ для вычинки здесь рядом. Так, ну, плюс шесть гейтов, ребят, будет скоро уже восемь. Проверяет Матвей, где же пилон. И в итоге не нашел, а он прямо здесь стоит, на самом деле. Прям здесь, прямо снизу. Так, выход от Матвея идет. Выход не слабый, лимита боевого много. Щиты, правда, не готовы. Энигма готовится бой дать. У него восемь гейтов. Нужно задерживать, да, тирану, на самом деле. О, на халяву три танка пойманы. И сейчас уходит Матвей, пытается. Четко энигма словил, подо всем рым ходит. Надо видеть обступ, надо стараться их укусить. Смотрите, и гей здесь живой. Щадаварк сюда, просто зилотов. Ё-моё, с двух сторон сейчас будет тиран выпилен. Всё, пора идти вперёд. А чё боится-то? Ё-моё, чё энигма боялся? Сейчас бы он так бы вообще... И дарнул бы тирана, я извиняюсь бы просто. Ну... Вот чё он ждёт вообще, объясните мне. Вот чё он ждёт? Пойди ты зилками вперёд вообще. Убей ты всё нахрен, короче. Идёт вперёд. Одного сталкера, блин, канул, чтобы слэш минимизировать. Ну, кстати, пилон остался даже без гейта. Да, сюда на варп можно медленно сделать. А, здесь и призму подоспел. Это тут и не нужно. Пилон уже, по сути дела. Понятно-то, чё он ждал. Я призму вообще не видел. Я много чё не вижу. Я уже устал за сегодня, на самом деле. Я так думаю, что матч за третье место, скорее всего, я не буду стримить, ребят. Потому что, ну, уже реально мне чё-то усталость даёт о себе знать. Матвей отправляется, кстати, в этот матч за третье место. А Энигма, чшшшш, получает фото. Гэгэ. Так, а там Ghost Hell с Light White там ещё играют, ребят, до сих пор похудел, да? Так оно и есть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну, Ghost Hell это Zerg точно, а Light White это Proz. Собственно говоря, я не знаю, сколько они тут играть будут. Субтитры сделал DimaTorzok Кто-нибудь стримит, кстати, наверное, кто-нибудь стримит. Доктор Гонзу, наверное, стримит, короче. Вот этот вот. Матч. Да, да, Юра сказал, я его спросить. Или можешь просить закругляться? Я вот думаю, надо закругляться, наверное. Фу, блин. Уже 9 часов стрим идёт просто, честно говоря, не готов. Сегодня был столько стримить прям подряд, как выяснилось. Так, реклама пельну. Ну, помните про злоки, подписывайтесь на премы, поддерживайте мою канал по возможности. Ладно, сейчас чуть-чуть подождём. Если матч начнётся, то... То начнётся. Ладно, отойду я пока хоть... Солю чаёк. Надеюсь, что они не доиграют как раз в паузе, ребят. Сейчас вернусь. Солю чаёк. Солю чаёк. Солю чаёк. Солю чаёк. Солю чаёк. Солю чаёк. Продолжение следует... 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 Так, ну летает, тут шатает, напрягает. Здесь, кстати, гидролинга люра, то есть это нечто в стиле бла здесь происходит. Ну, надо делать ему вкрупцу, надо как-то готовиться к такому стилю вообще. Так, пошел шторм, уже отлает в шторм выходит. Кстати, я вот не понял этого момента, шторм штормом, а нахрена-то выходит шторм, сливая тархонов, логично. Не понял этого момента, короче, 200-200 вложил, а куда вложил-то 200-200, нихера нет в итоге. На четвертую получится, кстати, отменить, если вперед пойдет, мне кажется, люркерден будет через 4 секунды, готов. Пока здесь одна гидра только вообще в миксе. Заворачиваю, хватит, что ты боишься-то, ёма, боится, блин, просто. Там несколько гидролинга, что вперед здесь 5 архонов, 5, и люру прямо на морфис ловил. Какой провал от госпела, где призма, ёпта, ёпта, не, это ужасный контроль, конечно. Призма на Ксилнаге, здесь архуны с зилками отдаются, и то они присутствуют. Зилки в хату, ничего не подходит, прям в бой вообще не законтраливаются, то есть здесь лайт в этом. Призма, я не спорю, это не просто, но если так контролить, то, ну, тут и делать нечего-то вообще. Ну, то есть как вот, как, как это вообще, вот так вот, я не понимаю. Вот, куда ушёл, чё вообще происходит, блин? Меня сейчас бомбанёт, блин. Просто пойди, добей сюда, призму переведи, варпани, ещё уитов убей. Всё. Нет, нихрена. Ну, кстати, сейчас разводка. На мейн зилы сюда архоны смогут зайти просто. Кстати, разводка-то хорошая получается, чё б у лайт вейта... А нет, сопла, сейчас блок кончится, кстати. Тух, не надо под спорку прилетать, надо варпнуть зилков. Пошёл ещё варп зилков. Но надо одновременно нападать при этом сюда. Чё творить-то, лайт вейт? Ё-моё. Эти гидры тут пачка. Вот только сейчас лоток пошёл. Апсеры где-то сзади, здесь 4 люркера всего, их можно просто сейчас убить. Ахоны хату, бред, прессуют. Это вообще-то хуй, бред, хуй контроль, а. Спита нет, короче. 2-2 АК на 1000. Ну ладно, я многого, может, хочу. Лайт вейт молодец вообще, что до этой стадии дошёл. Но здесь игра-то победная была, на самом деле, прям уже давным-давно. Призма залетает на гидре, утилизируется моментально. 112, 142. Есть штормы, кстати. Ох, сейчас... Ё-моё, как зерк. Идёт лапок просто жёстко сейчас. Штормов получил. Немножечко вспотел, ушёл. Здесь 2-ая атака, у зерга по нулям. Вот только сейчас 1-ая пошла. Ну вот ресурсы, лайт вейту надо потратить свои, и он будет нормально драться просто дальше. Архончиков сливает ещё. Можно пару штормовичков и для шторма оставить, в принципе. 72 пробки, кстати, тоже такой момент, что настроил много. Ещё гейтов 4 штуки, давай 12 гейтов сейчас будет в ближайшее время. Надо идти, кстати, давайте бинды, посмотрю я. Штормячки у этого, это отдельно, молодец. Ну-ка в этом плане... О-о-о, тут жесть какая-то приходит. На всё, отменять нахер. Нет, кто-то может отменить. Да, ну зачем отменить? И так 900 минералов есть. Нахера отменять его. Блин. Лайт вейтик, давай. Забегание зелков сюда. Ну, чем больше у Зарга будет дюре, тем меньше шанса будет упротся, в общем-то. Ну, сейчас есть плюс 2. Призма, кстати, есть. Нет, призма нет. Ту слил, но его не построил в итоге. Плюс 3 закал. Строится оракул. Это ревелэйшн, да, конечно, будет. Ну, ревелэйшн спора нет, нужен. Но нужна призма больше сейчас. Ни в коем случае на люру лезть. Нельзя, штормы. Хорошая, кстати, проходь. Но по крипу Зерги что-то слишком быстро бегают, чтобы штормами здесь разрулить ситуацию. Где шторм-то? Да на арку шторманите на люрукера. По-моему, у него же хп невнимателен. А давайте там хп на люре так мало осталось, что можно было к штормам добить его. Но не добил. В итоге он Нексус 4 все-таки занимает. Кстати, пока нормально все вообще. Не, Лайтвейд еще 100 приема. На муе все идет, просто сливается. 9 дилок. Кстати, там 12 гейтов в арт, между прочим. Ревелэйш надо кинуть. Попал только на гидру, на люру не попал. Ну, можно проштормить за ту гидру эту. Так, здесь 3 дилканок Силнаги, кстати, стоят. Вот в центр Лайтвейд пошел. Что он бегает-то, блин? Построить-то призму-то уже наконец-таки. Так, 4 архона плюсом можно слеть. Это вообще будет неубиваемая микс вообще просто. Да, еще 4 архона сливаются. Сейчас плюс 3 грейтка обудится, тем икс у просто очень сильный станет. Так, Зерка идет у Сета, вон, вроде, и вперед. Имморталов мало Лайтвейд добавляет для этой стадии. Понимаете, в чем прикол? Было бы побольше иммов, было бы проще, значительно проще ему. Так, здесь собаки в тыл забегать. Кстати, хорошо, зилки доваркались. Прямо собак, получается. Нет, здесь пробок они, кстати, много успели на халде сгрызть. 13 штук. Как раз, я на халде столько сгрызли. Ну, зилки просто аж в бешенстве от этого были. Они просто затоптали все. Ну, вот такое беспалевное, через крипт. Вперед зилки идут. Вот еще один криптумор, кстати, спереди. Апсервер обязан его заметить. Не, мимо пролетел, вижена не дал. Короче, двух направлений Лайтвейд пытается зайти. Здесь сверху только Гидра. Кстати, здесь зилтов достаточно много, чтобы Гидру... Вот если бы еще вот эти все шли бы, вообще бы Гидру разобрал бы, по-моему, в хлам. Что-то бегает-бегает, Лайтвейд. Бегает-бегает. Что-то уже сделать пора, наверное, не? Не, пока ничего не пора сделать. Ну, считай, зилки слились куда-то там. Чуть-чуть стабилизировал. Четыре базы, проще четырех зерговских, как бы, третья атака есть. Все нормально. Люре закопка делает справа здесь. А что мешает сейчас на Люру зайти и убить его просто в лоб? Ревелэйшн будет. Ну, куда... Что это такое-то творится тут? Блин, вообще опасно, короче. Жесть. Собаки на мейн заходят, короче говоря. Здесь четыре зилы-то варпанулы. Собак, почему не поделка? Здесь дарки сливаются. Здесь дарки, кстати, не сливаются. Здесь дарки неплохо прессуют. Телепортнулся Лайтвейд домой. Молодец, теперь просто гейт надо будет ломать, чтобы выйти. Ну, пятую, кстати, сейчас отменят. Дарки неплохо нарубали, я вам скажу. Пятую отменил. Молодец. Здесь вышел, короче, частью. Архоны ту-пят. Эти Архоны, если Лайтвейд не видит, он, значит, это минус восемь лимита, а они просто все время на мэннибу ставят или нет? Выйдут сюда. Выйдут. Пацаны разблокировали, говорят, выходите. Уже каррер заказан. Профессионально. Почти как шоу тайм. Ну, такой билд шоу таймовский свитч карреров, получается, идет. Игра возобновлена. Так. Гост Хелл что-то паузил там ненадолго. Ну, все, вернулось все сюда. Здесь зелки с Гидрой бьются. Ну, так, Гидрой расконтролил вроде Гост Хелл. Уэт-уэт бегает по центру что-то. Ну, если он просто не может на Люру напасть, здесь уже каррапторы вовсю летают. Блин, пора бы уже как-то, я не знаю, процу эту игру-то реализовывать или я не знаю. Зерга тоже 200 с другой стороны. Вот они каррапторы тут летают вовсю. Полетели в тыл. Оп. Каррер летит прям... О, куда он летит-то? Да никуда он летит. Лайтвейд стоит. Пошла атака в Люру. Заходит Архона зелки. Слушайте, Люра падает. Где хоть один шторм-то? Нету шторма. А нахер шторм здесь кидать? Ёпт. Это просто дичь, короче. Вот в конце шторм накидал. Ну, видно, что ошибаются. Может, подустали игроки. Не знаю. Ошибок много достаточно. Ошибки, конечно, просто ужасные здесь. Вот сейчас Лайтвейдис, кинул штормы, просто смел бы. Убил бы. И даже если бы без штормов, обсерверы вот сюда, на муви, не улетели. Вот здесь Люра была, обсерверы ее просто не видели. Так, на 6 часов проб... Про бессы поехали, ребят. Но забегание прошло. 11 проб... 11 растоптал этих... Дронов. Лайтвейд. Здесь Люра бегает. Сытья на закупку уже. А им скорость дает какую-то, что ли, еще? Дает. О, хорошо, как Архона зажгут. Бруды полетели. Ёб. А с брудами-то чё? Чё делать? Я уж даже и не знаю, что это с ним делать. Сожрали брудлинги Архона. Прикиньте, он без полей шел, и его кусали эти таракахи за ноги. Было очень неприятно. Ну и все, Архон минуснулся. В итоге очередное забегание зилотов обречено на провал. Вот если б не этот Люркер вообще б распальтушил. А Люркер отобьет все в итоге вместе с Гидрой. Они заходят. Кстати, Гидрали с кафтозилоты пальтушнули. Люркер вообще не при делах остался. Идет микс караптеров там. 11 штук, 6 брудов. Можно вторую неплохо зайти. Через Аклик-то будет посоветоваться. Далековато заходит. Темписты, дарки, короче. Много всего делает. Среди 150, 8, 190. Если Лайтвейд как-то справится с воздухом, то оппонент, то будет норм. Кстати, у него третья атака воздушная, между прочим, делается. И третий баля у него уже нихрена себе делается. Знаете, что сейчас может произойти? Сейчас может произойти следующее. Сейчас может произойти просто... ...сбревание всего воздуха Зергу и ГГНчик Зергу. Так, дарки зашли просто на вторую. О, минус спорка. Грейтер Спайр тоже минус сейчас будет. Дарков разведит его. Развел дарков. Гост Хэл идет на 6 часов. Минус Грейтер Спайр, минус Люркерден, минус Гидроден. Технологии Лайтвейд просто выносит оппоненту своему. Оверсиры спешат на помощь. Люра вкопалась, но не досчитался трех зданий важнейших. Здесь у нас Зерг. Лайтвейд возвращается отбиваться от Люры, Гидры и Брудов. Сюда, кстати, лимит хороший у него вообще. Три Темпеста, два Каррера, шесть Архонов. Вот такой вот микс. Ну, тут Штармы будут очень сильно решать, а их всего три штучки. Штармовичков лопа очень, конечно. Ну, будут Штармы-то куда-нибудь лететь вообще. В Гидре Штармы летят ли? Ура, вообще не при делах остались. Бруды на муве прилетели под Архонов. Какая дичь, бруды на муве под Архонов прилетели. Караптеры уходят. Лайтвейд флам здесь разобрал. Грейды решают и все здесь решают. Технологии решают его. Здесь Зилоты за Гидрой увязались. Е-мое, сейчас будут бедные Гидралиски. Две штучки, четыре Зилота. Уничтожили их очень-очень быстро. Лайтвейд переворачивает все. Точно напряженная игра получилась. Но Лайтвейд перевернул здесь. Вот была призма, у него можно побивать. Уже было бы идти. Опять на 12 Зилоты выдвигается. Одновременно идет он на 3 часа, кстати. Кстати. И это успешная будет акция. Почему? Потому что здесь вообще нечем встретить снизу Зерк, только сверху. А сверху Хата упадет стопудово, короче. Похоже, Лайтвейд против Люцифера будет у нас матч за Коту. Иначе все-таки постримлю я, походу. Если бы сейчас Лайтвейд проиграл, я бы после этого матча закруглился бы. А так закруглюсь я после следующего. Похоже. И, кстати, не буду а матч за третье стримить сегодня, как и на какой-то тоже квале до этого. Ну, поздновато уже по времени. Я устал нафиг. Я устал, я мухожук. Извините, ребята. Так. Ну что, штормы будут? Пошли штормы в кучу по караптерам. Как их всех спалило-то вообще жесть какая-то. Караптеров всех спалило. 150 на 100 по лимиту. Здесь ужасный микс. Просто страшнющий, блин. Вот первый контур. Такая, такая здесь жесть. Два сталкера, два картера, темпест. Четыре архона, два айморклафтера. Там разных типов юнитов просто немерено, короче. И пять Лайтвейд сидит. А, ну он построил здесь батарейки. Сейчас перезарядится всеми, чем только может юнитами. И нужно вперед идти. У него грейды, тройка на воздух, три поля. Архоны три атаки, три поля. Это просто фактически полностью они обгрейджены. Опять диллы-то наверх идут. А здесь-то будет какое-нибудь забегание вообще или нет одновременно? А, ну Зерк сам решил, что пора идти отдаваться. Он понимает, что ситуация так себе. Дилки Гидру убивают. Здесь вообще в мясо все разваливается. Королева Гидра идет вперед. ГГГЛ пишет. ГОСТ ХЕЛ. Прям в рифму получилось. Молодец. Так, ребят, отойду на пару минуток. Сейчас вернусь. Здорово всем еще раз. Помните про адлоги. Сейчас рекламу пыльную поддерживаю канал. Ждем второй полуфинал. Третья квота будет матчить за третье место разыгранное. Посмотрите на других стримах. Я закругляться буду после этого полуфинала. Потому что до полуфинала как-то не очень уходить. Продолжение следует... 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 То есть матч за третий будет либо ТВП, если Лайтвейт здесь проиграет, либо ТВТ, если Лайтвейт выиграет, соответственно. Всё, улетело, короче. Дальше. 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 Так, ну что же, ребят. 0-0 Лайтвейт против Люцифера, команда Каскад против 3D, ГЛХФ, точнее, ХФЮТУ, и ШВГЛ даже не пишите. Никто выдаёт. ШВГЛğimiz ГТОВ БОДЕЮТУ У Cave ШВГЛ ГТОВ БОДЕ 뚫ела БОД ㅇОЛ БОДЕЮТУ БОДЕЮТУ ЧТОВ БОДЕЮТУ Р으ил our Эг po Як Ну, тут пилон Гейгас Нексус Кибернетч, как вы видите. У Лайтвейта вот как раз Нексус попер. Так, здесь Барак одновременно с Газом, наверное, был, потому что не Газ, Барак вроде, судя по таймингу Газа. Хотя, может, и Газ, Барак, не знаю. Короче, в Рипера в ЦЦ-шечку. Разница сейчас малая между этими билдами, если Газ первый, просто раньше по окта чуть Нексус проседает. Так, при тело Гриферкой, Лайтвейт. Пробку ну-то погнал, как далекочек, не понимаю. Нет, Барикера зажать, ну-то... Короче, не получилось. Да, Зак, вот у матч. Потом будет третье место, там ждет Матвейти. Ран, побеги... Проигравший, образ прощения, вот этого матча по... Бусядеп что-то Мариком наваливает неслабо дамажича. Двух Мариков минус, ну-то, короче говоря... Лайтвейт Матвею... И не дается ЦЦ-шу достроить, кстати. Ну, вторым Нексусом можно Рипером было бы пошатать, но... Не пошатать что-то. Если, кстати, за Ригеней Тимполя, то можно и этих двух... Хилеков наказать. Так, 38-34 по ленту. Заходит Рипер на мейн. Хочет увидеть очень сильно Матвейти, что здесь происходит. Пролетает мимо всего. Лайтвейт вообще, что он делает нафиг? Возьми ты нижнего-то хоть стал, он сейчас еще и улетит. Бляха-муха, вообще жесть какая-то творится. Как у тебя дома Рипер летает просто. Системы работают нормально. Так, интересный выход от Матвея идет. Здесь там с Дашей переписываюсь. Ну что, Риперос тут минус, ребят. Риперос тут минус. Так, в остальном Лайтвейт сдерживает здесь везде нагрузку, в общем-то, оборонительную. Он выдерживает нагрузку, а не сдерживает. 40-36, третий Нексус уже ставится. Слушайте, если сделать... Ну что сделать? Блинк есть, кстати? Нет, блинка нет. Нам блинк сюда, да, сделать. И все-то нормально вообще будет, по-моему, у Лайтвейта. Мат Люцифер продолжает развиваться. У него даже речи о Стиме никакой нет пока. То есть, походу, этот выход еще будет без Стима. Танки, циклоны плюс самарики, что ли, я не знаю. Танков мало, хотя сейчас два будет, это уже что-то. Надеюсь, кстати, Призма вперед летит, но ее ожидает Викинг хищненький. Призма висит. Здесь марики продолжают шатать, кстати. Не дэмоджит меди-бах Люцифер. Шесть мариков, кстати, летит. Если сейчас все взять и вперед выйти, можно на самом деле очень больно сделать Протсу. Но Люцифер не чувствует пока этого. Тут эти колоссы уже выйдут, уже и хер, что тут делаешь, похоже, что. Либератор их далеко разложилось, честно, Люцифер. Надо было бы его разложить вот так, чтобы он полем вот так перекрывал бы примерно все. Это амариками проще было бы биться. Сейчас сталкеры зайдут и разберут, конечно, Либератора. Этого легко, достаточно. Медивак летит к мейну там куда-то. Надо зайти, убить его и на мейне идти, отбиваться еще. О, колосс пролетает, спалил мимо. Люцифер. Здесь адепт какие-то ходили, шатали. Так, а стиме даже пока речи не идет. Все, наконец-то, Либератор выберет. А на мейне-то тут марики застрочили 7 рабочих. Не понял, выход будет или нет? Вот, блин. Плюс один стим-щиты. Как же долго все тут делось. Реактор. Здесь лаба еще одна есть. То есть два реактора, три лаба. Короче, фугасы можно заказать, в конце концов. Пусть хотя бы уникальный брейд на мародера будет. Спасибо Сопранычу себе. Спасибо всем, ребятки. Очень приятно. За поддержку ваших. Твоя жалкая пристройка завершена. Так, какая жалкая пристройка, он говорил, что там базушки. Так, минус пилон, минус батарейка. Пришел Люцифер, Матвея шатать. Но проблема Люцифера в том, что нет ни стима, ни щитов пока. Щиты, ладно, скоро будет, но стим еще будет очень... А, фугасы сделал, вот он с эти робо бои сейчас выбьет. Колоссы с рейнджом это хорошо, но боевого лимита тирана аж на двадцах. Убой, пошла атака, марики не засплечены. Инвазивная матрица вместо двух колоссов зачем-то в сталкера она была кинута. Зачем? Понятия не имею, зачем она была в сталкера кинута. И что два циклона на рампе делают, я тоже понятия не имею, если честно. И почему иммортал по марикам стреляет вместо танка, тоже понятия не имею, ребят. Я вообще ничего, понятия ни о чем здесь не имею. Почему так контролят, короче. Матвей и Люцифер, ну были ошибки взаимные. Вот сейчас наконец-то иммортал куда-куда надо валить сталк. Дилки, кстати, щажем, напрягать жестко. Через секунду будет готов. Стим готов, давай стимпатчи себе, Люцифер. Все, сюда весь прирост идет. Третий цех активно добывается. Здесь все лечится. Паузу лайтвейт просит. Не знаю, что случилось, но что-то там случилось. Паузу лайтвейт просит. Продолжается бой. Не знаю, что там у нас случилось. Но я помню, что говорил по моему, что родители его поднапрягают. Бывает, может, дома какая-то хрень или не он, я его может занюх. Что-то помню, кто-то говорил. Так, Люцифер шатает. Танк вообще вдали. Где танк? Почему он? Так, далеко был. Как же по сталкерам прилетает, а танчика по имморталу прилетело. Ну, это победа Люцифера, ребят. Это ГГНчик Матвеевич. Ой, Матвеевичу лайтвейту. Ну, это первая карта только. Сейчас вторая подъедет. Так, второй там. СиДжи 2. Танк уже такой имморталу поля снял. Залкнул. Надо танчиками вот дальних контролить, чтобы по своим не попадали, на самом деле, жестко. Ну, тут все ясно, к сожалению. Для лайтвейта это проигрыш, потому что... Видите, лимиты, как бы двукратный разрыв. По общим лимитам экономика ни в какую не идет, ни в кое сравнение. Ну, кстати, тиранов у нас не так уж много, я так понимаю, прошло. Хотя прошло. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, прыгаем в игру. Все, все здесь вроде. Продолжение следует... 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 Хороший контроль адепту от файт-вейта. Зашел он в тыл. Надеюсь, рипер, посмотрите, летает, продолжает разведывать. Пробочку еще заминусовал, слушайте. Ну тут и уже этот точно пацан никуда не денется с мейна. Пора в точку... А, ну точка сбора уже там, на второй находится. Поэтому это надо не втыкать, главное с пробкой. Ну два пуста, можно бустить спокойно рабочих. Зачем на мейне точку сбора, он типа не 16-15? Да пофиг ему, главное здесь побыстрее раскачать, чтобы добыча стала идеальная, как бы на двух базах. Глефы пошли. Слушайте, подозрительный апгрейд. Вот обычно при таком грейде происходят какие-то улыбновые врывы на самом деле. Возможно с призмы. Сейчас просто можно что? Добавить гейтов там штук 5, а лучше 6-7. С 7-8 гейтов просто мейн тушить оппоненту своему. И призму делать, как бы. Грубо говоря, пока нет. 3 гейта 4, потом еще просто 3 впилить сюда к призме, как бы. Можно даже... И не можно, а нужно сейчас 4 пробки вот сюда чик снять и с такой делать. Улыбн, конечно. Потому что газа уже 300 там на адептов это, ну... За глаза, что называется. Этих газа 300. Слон бойится, например, сталкивается у клона одного. Так, мальки. Слоны тут здесь. Опять же адепты луна... Не слабо, она хорашивает. Я смотрю. На адепт вот так вот под углом сюда уходил. А отсюда сюда, понимаете, расстояние снизилось. Кстати, выход идет. Сейчас, похоже, призма. Да, адепты полетят. Да, нечто похожее на то, о чем я говорил здесь происходит. А что именно? А именно полетела призма. 7 гейтов будет. А адепты глефовые уже здесь. Приходят марики плюс танки. Кстати, адептов все больше и больше. Они с глефами, братюнь. Они с глефами. Это аккуратнее надо, значит, быть. Танчик подходит прям к рампе. Танчик сидится. Достает он хоть до батарейки-то хоть? Циклоном захватывает Апсервер. Ни хрена никуда этот танк не достает, короче. Батарейку циклон по собственной инициативе начинает уваливать. Просто минус батарейка. Призма висит в итоге. А что призма здесь должна сделать вообще? Танчик по адептам бомбит. Сплетится марик. Пытается сплетить здесь нормально. Люцифер засплетит. Засплетит-то засплетил. Здесь бы Сентрю бы фокуснуть было вообще было бы. Фокуснул все-таки Сентрю. Молодец, кстати. Ну, извлек максимальную пользу. Я бы назвал так то, что сделал здесь Люцифер. Извлек максимальную пользу из происходящего. Другое дело, что ему сейчас мейн полетит шатать оппонент его. А вот что на мейне он здесь делать будет, я даже не знаю. Есть, кстати, инвазивная матрица, но... А вот есть, кстати, ребят, кто шарит вообще? Вот сейчас идет варп на призму. А что если кинуть инвазивную матрицу в призму, когда она варпит? Собьется варп, интересно? Или варпанутся юниты как бы? Слушайте, тут походу ГГ Люциферу что-то вайтвейд наваливает жестко вообще, по-моему. Или еще нет? Пока еще нет, но ситуация какая-то печальная, по-моему, стала. Там третий Нексус. Здесь уже чарж готов с Глебом, к плюсам. Хотя что это чарж-то он как бы должен сделать? Так, здесь КСМ и тупят Йома. Через шифт выщинивает это, и дальше через шифт сюда. А, все ясно. Короче, через шифт туда и назад, и тут выщинка, и вообще какая-то дичь происходит, все везде ездит. Еще лаба не достроилась, Люцифер уже в ней щиты заказывает. Такая анимация бы вам не показалась. Что это скилл? Что это говорит? Недостроенные лаби щиты заказывать это по скиллухе. Так, сбрил, короче, призму. Туретка, на туретку залетел. Да Люцифер сам, я бы сказал, даже призму отдал. Но на третий зато тут адепт шатает. Ой, бах, на аминку пришли. Короче, шесть рабочих убил. Ну, это не конец седьмой минус. Сейчас еще восьмой вот этот погибнет. Это стоит адепт просто на холде. Кто на раздачу подходит, он ему накидывает туда, в кабину, короче, прям закидывает дамага. Так, танки пять бараков. Выход с пяти бараков опять от Люцифера. Будет ли он удачным? Лимит пока в плюсе, щиты стим будут скоро. Ну, тут уже арху... Ё-моё, здесь арху на чашу. В общем, опаснейший микс от Люцифера. Вот плюс один атака готова, фаржа доделась. Выход пошел. Сбивается варп. Ну, нужно иметь в виду, тиранам, что вот можно варп таким образом сбить, на самом деле. Так, на мейн, кстати, дроп идёт. Здесь мало тёмных зон. Вот здесь прямо в самый край сюда дропнуться. Можно, на самом деле, вне вижена дропнуться. Здесь доварп, адепт ещё идёт. Плюс танки, но выходит проблема у Люцифер. У него стенка и вообще нет, короче, здесь никакой. Это очень проблематичный дроп-то оказался для лайтвейта. Смотрите, семь пробок минус. И вот просто на муви бежит, сливается. Стима нет, что ли? Простимся ты, ё-моё, простимпачься ты, ё-моё. О, замечал, что стим есть. А чё меть? Замечу, что есть стим, убивает всё. Прикиньте, один дроп просто выигрывает игру, тиранам. Ну, это, конечно, здесь лайтвейт. Молодец, кавычка. Конечно, что такое позволяет сделать, но... Здесь ещё и выход идёт. А чё он зад-вперёд-то бегает, Люцифер? Бегает чё-то зад-вперёд. Кстати, адепт плюс один, они рабочие уже столько здесь забрать могут. Это просто жить. Надо сиджиться и... Атаковать, короче. Атаковать надо. Дропчик на мэн возвращается. Сканет в очередной раз Люцифер. Инвазивная матрица. Это можно Архонов или Иморклов из боя выключить. Да какие! Какие нахрен, короче, эти... Как их там, ну вы поняли. Какие нахрен автокурели вообще. Чё за чушь делает Люцифер? Похоже, сейчас Люцифера вывез лайтвейт просто. У меня такое ощущение возникло. Прирост приходит. Всё, надо было просто собрать прирост, аккуратно здесь подождать, постоять. И благодаря инвазивной матрице, это никакие автотурели под Иморклов не стравить. Иморкл это автотурель? Какая-то это, я не знаю. Да я как-то не знаю, как что это вообще. Печальная тема. Иморкл её там с трёх ударов ушатывает и всё. Сколько у него ХП я даже забыл. Так, двойной дроп на мэн полетел. Понимаете, чё делает Люцифер? Он слишком хитро, по-моему. Сам себя сейчас перекитрит, играет. Туда полетел. Ну, двойной дроп на мэне, правда, кстати. Неплохо развали. Сейчас пилоны можно минуснуть. Надо уходить здесь. Телепорт домой делает лайтвейт. Здесь везде до варфа. Фидбэки на медиваки. Надо загружаться, улетать. 1.9 ХП, но это же жесть. Ни в коем случае не дропаться. Просто мимо лети. Просто лети мимо. Куда ты летишь? Ты, ёп. Да. Блядь. Улети сюда. Чё-то мечется-то взад-вперёд. Мечется чё-то как меченый, блин. 56.7, здесь уже лимиты что-то меньше у тирана. Это печально вообще. Бегает Люцифер, чё-то на эвку жмёт. Туда-сюда. Адептов найти хочет пилон. Ни хера не выходит у него, короче. Сейчас рвойдём. Брось в дороге! Так, халявный сталкер тут либератора на халяву убивает. Переразложить можно было прям на сталкера сейчас. Ну и не получится. Хорошо, что Лайтвейт с одной фаржи грейда делает. Для Люцифера, конечно, хорошо. Здесь пробка, кстати, контролит. Три медивака дроп на мэн идёт. Есть телепорт? Нету телепорта пока. Но очень скоро будет. Он готов. Нужен варп на мэн, иначе сейчас проблемы на мэне будут. С этого дропа тройного сейчас. Ну, чё-то Люцифер полгода соображает. Лететь ему на мэне, не лететь. Вот только сейчас прилетает. Здесь уже штормовики, здесь уже зилоты пачками бегают. То есть, довар был. Чё он боится-то? Не, ну из такого боятся как будто-то. А я вообще не знаю, что делать. Короче, походу Лайтвейт переворачивает эту игру. То есть, тут я не знаю, с чем тирана убить. Ну, пока вот 1-1 грейда. То есть, надо что-то выход какой-то делать пытаться. Здесь везде зилоты, везде. То есть, ну вот логика. То есть, первый раз, когда эта хрень бежала с одной и с другой стороны, блин, просто не вместе, а по очереди. Надо было улетать просто и тупить. А когда её... Когда, блин, уже всё здесь стоит на месте, как бы надо под неё дропнуться. Вот отлично просто. Так, 120, 160. Нет, чем дальше, тем у тирана инициативу больше и больше теряет. Здесь уже выход какой-то пошёл от Лайтвейта, походу. Вернулись дропы домой. Здесь минус призма. Лайтвейт бегает, то есть, какие-то дропы вялые. Ну, если дропаться, понимаете, надо сюда дропнуться, сюда дропнуться, как бы выход сделать. Уже не катит на... В любом уровне, в том числе и у нас в СНГ, в отборочных, даже не в самом высоком СНГ уровне. Такая хрень. То есть, с одной стороны, дроп не решает. А все развесил, всё законтролил, увидел. Так, вот Лайтвейт стоит рядом здесь. Вот Тавар взял это сбоку. То есть, пойдёт ли вперёд, не знаю. Но тут как бы надо что-то делать, начинать уже. Лайтвейт просто дома не может отбиться от дроп, поэтому и здесь как-то стоит, ждёт криво. Так, штормовик есть. Гвардиан рублен. Бах, ё-моё. Больно. А, кстати, по всяким центрам, по такому говну, даже дэмэджам тоже можно убивать, на самом деле. Билл бы разобрал вот этих протсовских юнитов жёстко, но здесь штормы есть. Ушёл Лайтвейт. Он не может с одним дропом справиться. Подсказка! Варпани не зилов, варпани сталкеров. Справься ты уже с этим дропом. Зилы не бьют по воздуху. Вот, как сказать, на мэне тут прирост. На всё уже взять через эвку, короче, и пойти проатаковать, так кажется. Хотя здесь колоссус двух роба, и Люцифер не хочет идти вперёд. У него, конечно, технология нормальная. Чё ему лезть-то туда? Ну, а... Точнее, Лайтвейт. А у Люцифера 2-2 не делаются. Ну, типичная тирановская тема современная. 2-2 нахер. 1-1 пуш просрал. 2-2 не делаем. Чё-то бегаем, копимся. Какие-то лунтик-дропы делаем. Лучше, блин, макро за несколько ситуаций вообще не дропаться нафиг. Либо минки какие-нибудь дропать. Ну, то есть дропнул, забыл про них. Ну, так, контролишь ли, видишь, что там перекопать успеваешь. Где-то там перекопал. Ну, и здесь ещё выиграет тиран. Это будет удивительно для меня. По-моему, это нереально. Здесь 200 лимитров. Да, заходит, Лайтвейт. Гасты даже не успел ничего кинуть в там Люцифер у нас. Ооо, да не, ребят. Аннигиляция просто. Заштормлено всё. Лайтвейт меня сегодня прям удивляет. И, честно, сегодня много кто меня удивлял. Мексидиро там что-то разваливал людей. Конечно, за квоту в матч не смог пройти, но, тем не менее. Увы, как разлетается всё под минус 3 брони. Видите, последний путь, короче, Луцифер пошёл. Здесь реально достаточно юнидов, что просто в лоб убить. Видите, здесь какое-то дамаженное всё. Просто агрессивный блин сделай. 2-2 грейды в 1-1. Там все юниды вообще почти что без КП. Не девайк избивает Лайтвейт. Идёт 3 колосса вперёд. Ну, с колоссами уже пожёг стопудовый здесь всё. Ге-ге пишет Луцифер. Нужна третья карта, в общем. Ёбста-то и как же долго, короче. Чего всё здесь? Луцифер. Идёт 3 колосса вперёд. так секундочку сейчас ребят так ну все я здесь и и и и и и и Продолжение следует... Так, беру рекламу, ребят, еще раз. Так, вспомните про анлоги и поддерживайте меня и мой канал, естественно. Люцифер Лайтвейт 1.1. Редактор субтитров А.Семкин Твой командный центр улучшен. Смерть на пороге. АСМ готов! АСМ готов! АСМ готов! Так, ну что, Рипер прилетел, я извиняюсь, ребят, Даша мне там пишет. Убивает Лайтвейт все-таки Рипера, но он двух пробок с собой забрал. Опять тут какую игру не смотрю. Ну, просто, следующие события происходят. Почему-то прилетает Рипер, отдельно сюда приходит адепт, шатает, короче. Усатый поддержал ваш канал на 107 рублей и сообщает, с днем СВ Валентина Поме. Усатый, это намек что ли какой-то, я еще не понял. Усатый, бляхануха. Спасибо, вот это никное им. Спасибо тебе. Поздравлять тебя не буду. Ну, как вы знаете, уже несколько лет подряд теперь я уже запомнил, что день освобождения Ростова от немецко-фашистских захватчиков, например, сегодня праздник, такой есть. Так, циклон 4 марика, выход идет. Здесь медивак и еще один циклон делается. Спасибо всем за подержусь. Усатый, потлатый. Спасибо всем, короче. Так, тут опять дропа марика циклон, 4 марика циклона, пилон отменил Лайтвейту здесь Люцифер. Что у Лайтвейта? А, у Лайтвейта уже блинк есть. И, кстати говоря... Ооо, сейчас медивак можно на блинке-то залить просто. Смотрите, смотрите, влетает внутрь. Ну, устали, мне кажется, поздно уже идут матчи. Устали Лайтвейт. Просто медивак через весь мейн вообще летел. Его можно вот здесь было сбить, и вот этого бы просто не погибло бы ничего. Потому что он был бы уничтожен. Ну, в итоге сбил там минимальные, короче, потери. И золотой Нексус ставят в итоге. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну здесь понятно, что опс висит. Я не знаю, почему бы Люциферу не просканить. Как сталкеры снизу-то атакуют. Ооо, наконец-то, опс-минус. Уже, кстати, два опс-сервера за игру сбрил. Молодец. Здесь, кстати, призма висит с зилотами. Они с чажем и блинг есть. Прямо билды вот просто у Люцифера все в порядке. Ну, почему у него все билды с такими поздними стимами вот по этой хренью всей? Чего пораньше-то не заказать? Ну, такой билд, на самом деле. Так, четыре зилот на мейн. Был бы до варфа, еще на мейн вообще прозволил. Но у Лайтвейта на 85 лимит. И что-то соплай-блок просто наглупо здесь. Так, там еще танцы-то. А тут сталкеры такой рейд делают просто дикий. Выпиливают все реально. И Лайтвейт забыл, правда, что у него вообще сталкеры здесь бегают. Только у двумя ушел в итоге. 112-175, у Лайтвейта хороший боевой лимит. Надо выходить. Но тангейтов 8 штук. И сейчас пару варпов, и все, как бы, будет уже больше лимита, на самом деле. Так, смотрите-ка. Станы без шторма здесь. О, Люцифер ворвался. 140 на 90 по лимиту. Здесь три минки. Прот гуляет по минному полю. Ну, кстати, молодец. Здесь, конечно, Лайтвейт за, ну, что называется, увернулся от пары минок. Это что вообще происходит? Куда он улетит-то вообще? Вот почему, я не понимаю, почему нельзя взять всю армию и просто убить, как бы. Вот здесь вот лоб было. На хера было вообще напополам все здесь делить и пытаться какую-то херню сделать непонятную. В итоге непонятная херня какая-то и получилась. Потому что какую-то непонятную херню ты пытаешься сделать, то она всегда получается. Ведь это же непонятная херня. О чем я вообще? Так, группа опять на вторую. 140 на 85. 86, 35 по лимиту. Выдвигается еще прирост. Он реально гигантский этот прирост. Очередной птич-штурмовик улетел. Здесь дарки есть. Достаточно ли сканов у Люцифера? Сканы будут, пока он идет. Но я бы на его месте туретки-то дома ставил бы. Иначе можно просто улететь без туреток, по-моему. Так, все еще отвлекает выход. Здесь мимо всего куда-то идет Люцифер. Два медивака викинг-либератора. Еще два медивака без энергии. Там к нему присоединятся. Очередной дроф на мейн. Нахера, ема, на мейн-то. Летел бы к тому выходу. Так, пришел здесь брилд. Дарк падает. Золотой нигг сейчас падет. ГГ, Люцифер, пишет, ребята. Фух. Ну все, я закругляюсь на сегодня, пацаны. Я сказал вам, за третье место стримить не буду. Доктор Гонзо Зэк там стримит. Кто хотите, короче, смотрите. Я ливаю, я очень сильно устал. Повторюсь еще раз. Сегодня почти 11 часов стрим идет, на самом деле. Еще полчаса и один, 10 с половиной часов. Безостановочно. В общем, все, всем пока. Увидимся завтра, ребят. Завтра в 14.00 в арте турнира. В игру не попасть. Пока, не знаю, там я написал письма. Я думаю, ничего не будет, короче. Из этого толку никакого. В общем, ухожу. Ну а завтра приходите в 14.00 смотреть. Увидимся. Запись на ютубе будет.